Всем привет и вечер в хату. Сегодня у меня в руках попалась такая вот замечательнейшая детская масляная пастель, которую я купил в продуктовом магазине. Это находилось в отделе с товарами для детей в школу, потому что сейчас начало учебного года для детей и продаются просто в любом магазине абсолютно разные штуки для похода в школу. Я не знаю, как масляная пастель связана с походом детей в школу, но она там продавалась. Была не прям супер дешевая, но об этом расскажу потом в видео. И давайте уже начнем рисовать. Пишите много комментариев и начинаем рисовать. И эта коробка масляной пастель довольно-таки маленькая. Она по размеру, как моя рука, даже немного меньше. Ну, знаете, вот прям для детей. Чтобы небольшой, там в карман положил, пошел рисовать. И пару секунд ASMR закончились. Приступаем к прорисовке каждого цвета. Надеюсь, это так называется. Скорее всего, не так. Я неправильные слова использую в этих видео. Неважно. И цвета, на самом деле, очень яркие. И по текстуре они прям идентичные масляной пастели фирмы Ван Го. Они прям супер такие мягенькие. Супер много грязи в них остается. Зеленый цвет тоже блевотный, вообще некачественный. Вообще невозможно рисовать. Красный супер сочный. И все цвета такие, знаете, прям супер-супер мягенькие. Вообще, учитывая то, что пастель для детей, очень странный выбор цветов. Потому что ими даже нельзя нарисовать радугу. Хотя, знаете, обычно дети в садике учат радугу, учат цвета. И, возможно, это бы пригодилось. Но я не знаю, как в Европе учат детей. Поэтому жизнь такая. Я помню, мы в садике учили цвета радуги. Потому что это 7 основных цветов. И они супер важные. Но здесь хотя бы есть цвет кожи. И, возможно, это пастель с намеком, знаете, вот на более профессиональных детей. Возможно, эти дети уже как бы не в садике, а, не знаю, в первом классе. И для начала, просто для разогрева, я решил нарисовать какого-то просто рандомного персонажа. Потому что я всегда так делаю, чтобы, когда не знаю, что нарисовать, я рисую всяких разных персонажей. Просто их голову, чтобы как-то разогреться. Раскочегарить свой мозг. И перейти к нормальным рисункам. Поэтому в этом видео я нарисую еще нормальный рисунок. Хотя, не факт, что он нормальный. И справедливости ради, я никогда не пользовался прям супер-профессиональной масляной пастелью. Поэтому я не знаю, вся ли масляная пастель должна так крошиться. Либо это просто участь дешевой масляной пастели. Потому что вся пастель, которая у меня была, она была либо детской, либо фирмы Sonnet. Как бы и то, и то очень плохо. Поэтому я не знаю, с чем сравнивать. Но у меня вся масляная пастель всегда крошилась. Если вы знаете про дорогие бренды, то напишите мне в комментариях, всегда ли она крошится. Либо это просто участь дешевой пастелью. И еще из-за того, что здесь вообще нет оттенков. Просто разные рандомные цвета. Поэтому мне пришлось использовать другие мелкие фирмы карандаш, чтобы сделать разные тени. Кстати, у меня уже почти два года лежит масляная пастель фирмы Mungo. Что-то такое вроде. По-моему, она была не супер дешевая. Но она вроде считается одной из таких самых хороших. Я знаю фирму Sennelier. Она прям самая дорогая, самая суперская. Все ей рисуют. И Mungo вроде тоже хорошая. Mungo Gallery. Что-то такое. И вот она прям дорогая. Я ее берегу. И я ее не использую. Поэтому было бы интересно вообще ее открыть и попробовать. И сравнить эту дешевую масляную пастель с более дорогой. Но пока руки не доходят. Потому что я еще боюсь ее рисовать. Потому что она дорогая. Я боюсь ее испортить. Не знаю. Тупые такие вот мысли у меня. И вот здесь я уже начинаю второй рисунок. Я решил нарисовать дорожный конус. Потому что я открыл Pinterest. И первой же картинкой мне вылетел рисунок дорожного конуса. Но я подумал, что с Pinterest спорить нельзя. Поэтому просто нагло сворую идею и нарисую такую же штуку. И как я уже говорил, эта пастель супер мягкая. И от нее почти не устают руки. Поэтому ей можно довольно-таки долго рисовать. Но там не очень много оттенков. И плюс она очень много мусора после себя оставляет. Поэтому долго рисовать тоже, не знаете, не прям супер приятно. Вот. Поэтому как бы и минусы, и плюсы присутствуют. И если вы смотрели видео про мою квартиру. Это было предыдущее видео. То я там показывал вид из окна. Что я живу над деревьями. И вокруг моего дома просто очень много разных деревьев. И там поют всегда птицы. И всегда по вечерам. Сейчас вечер. Я записываю это видео вечера. Поют эти, не поют. Не знаю, что они делают. Как это называется. Сверчки. То есть эти вот звуки. И я очень боюсь, что это будет слышно тоже на видео. Поэтому если вы боитесь, что у вас завелись дома сверчки. То не бойтесь. Это с моего видео идет звук. Потому что я сейчас сижу. И это настолько громкий этот звук. Что у меня уже просто, знаете, почти взрывается голова. Я пытаюсь говорить в это видео. И мне в уши просто долбят эти сверчки. Я уже не понимаю, громко ли я говорю. Тихо ли я говорю вообще. Я не слышу, что я разговариваю. Просто слышу только сверчков. Поэтому, скорее всего, следующее видео озвучат сверчки вместо меня. Пишите в комментариях сверчок. Если вы хотите, чтобы видео озвучивали сверчки. Я попробовал все-таки смешивать разные оттенки этой пастели. И на удивление смотрите, как она супер классно смешивается. И накладывается друг на друга. То есть даже получилось сделать такие плавные переходы цвета. И сделать какие-то разные такие вот оттенки, чтобы получилась более объемная картинка. Потому что у меня была масляная пастель Sonnet. Я всегда, вот у меня уже три года каналу. Я три года эту пастель засираю. Потому что она супер ужасная. И она считается как бы не детской. И чтобы вы понимали, пастель Sonnet, которая не характеризует себя как пастель для детей. Она типа не профессиональная. Но она тоже как бы и не детская. Ты когда пытаешься наложить два цвета друг на друга. Просто второй слой, он сдирает предыдущие. И цвета не смешиваются. А просто как бы знаете, перепели накладываются на бумагу. И не знаю, как это можно произнести правильно. И это пастель стола 10 злотых. Это примерно 2,5 доллара. Как для меня это прям супер дешево. Потому что это небольшие деньги. Но возможно для детского материала это было бы и дорого. Хотя это очень мало. Я не знаю, сколько должны стоить детские материалы. Но по-моему это очень дешево. И в начале видео я говорил про цену, что расскажу попозже. Вот это настал момент. Потому что в том же магазине, на той же самой полке. Был еще другой набор масляной пастели для детей. И там было по-моему или 30, или знаете, типа около 40 цветов. Что-то такое прям огромнейший набор. Который стоил столько же, как стоил этот маленький набор из 12 цветов. Вот я подумал, что возьму подороже. Типа знаете, меньше цветов такая же цена. Значит может быть будет больше качества. Потому что получается, что один мелок стоит больше денег, чем в том большом наборе. Потому что там 40 цветов и такая же цена. А значит там качество прям было бы супер плохое. И как по мне, если это вообще сравнить с теми мелками, которыми я рисовал раньше. Эти мелки можно считать даже одними из самых лучших, которыми я рисовал. Потому что они супер мягкие. Они супер хорошо перекрывают бумагу. Смотрите, даже белый цвет мелка перекрыл белый цвет бумаги. Это супер невероятная вещь. Я уже вроде говорил, что я купил новую камеру. Я еще не до конца с ней разобрался. Поэтому вы можете наблюдать, что камера постоянно фокусируется где-то там, не знаю, на углу стола. Либо где-то вообще в рандомном месте. Потому что я вообще не знаю, как за этим уследить. Я вроде нажимаю, чтобы у нас фокусировалось. И оно вроде фокусируется. А потом происходят какие-то рандомные вещи. И вообще фокусируется не там, где мы. Кстати, напишите в комментариях оранжевый конус. Если вы смотрите до этого момента. Чтобы я знал, что вы смотрите до этого момента. Вообще было бы прикольно, чтобы мои видео комментировали просто так. Потому что под моими последними видосами все комментарии, которые есть. Это просто вот комментарии с фразой, которую я просил написать где-то в конце видоса. На самом деле это приятно, что много людей смотрит мои видосы до конца. Но довольно-таки странно, что вообще никто ничего не пишет, кроме этой тупой фразы. Которую я выдумываю просто на ходу. И еще прям супер рандомный факт про эту масляную пастель. Оказалось, что она водорастворимая. Этого нигде не было написано. Но возможно из-за того, что она детская. Там, знаете, типа супер натуральные материалы. Поэтому она должна легко смываться с любой поверхности. Поэтому она водорастворимая. Но это прям супер большой минус. Из-за того, что очень сложно ее убирать. И тем более весь этот мусор на рисунке очень сложно стереть. Потому что обычная масляная пастель. Как бы можно это, знаете, кисточкой стряхнуть. И она вроде бы уходит. Но из-за того, что она водорастворимая. Она просто втирается в бумагу. И она супер вымазывает весь рисунок. И потом, когда я мыл стол. Знаете, вот масляную пастель тряпка вытерла. Она как бы вытерлась и все. А это просто мне развело лужу краски на столе. И получилось как это жесть. У меня еще стол белый. Поэтому теперь стол не белый. Спасибо, масляная пастель. И в заключение у меня получился очень прикольный рисунок. Я даже не ожидал, что у меня такое что-то получится. Такой супер неожиданный предмет. Просто рандомный дорожный конус. И последнее время я всегда рисовал только этой вот пастелью карандаш. Которая супер дорогущая. Кстати, возможно, одно из следующих видео будет про нее. И в сравнении с этой пастелью карандаш, это прям супер такая приятненькая. Она такая супер мягенькая. Рука вообще не болит. Потому что карандаш очень твердая. И руки потом болят после одного рисунка. А это такая супер приятненькая. Такая мягусенькая. И рисунок получился прикольный. Кстати, как лайфхак. Просто берете кисточку и весь этот мусор можно скинуть на стол. А то, что уже на столе, это не важно. Главное, чтобы рисунок был чистым. Короче, в итоге эта пастель мне очень понравилась. И, возможно, я буду даже ее использовать в своих рисунках. Возможно, не все цвета. Но некоторые цвета прям супер полезные будут. Ну и всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите много комментариев. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok